Богатство, слава, высокое положение, власть никогда не могут заменить чувство собственной необходимости и значимости в жизни. И по большому счету у нас выбор-то небольшой. Вот что мы выбираем? А выбрать можем две вещи. Либо мы выбираем застой в своей жизни, либо изменение. Если застой, ну да, есть предназначение, но не получается. Не можно остаться на том, что у нас есть сейчас. Либо все-таки меняется. А скажите, Бог... Что от нас ожидает? Изменений каких-то в нашей жизни? Или застоя. Вообще сам Бог. Можно представить, что Бог это, знаешь, такое нечто, какая-то застойная субстанция. Или же это постоянно изменяющаяся, движущая, постоянно... Это личность, которая постоянно находится в движении. Развивающаяся. Развивающаяся. И вы посмотрите, что происходит. Постоянно, понимаете, все творение, оно постоянно в движении, постоянная вот эта вот изменчивость. Зима сменяется, весной, весна, летом эти листики. Каждый раз новые. Ведь нет даже двух похожих листиков. И посмотрите, постоянное творчество, постоянная работа, конечно же, раз мой образ Божий, каким мы должны быть? Если мы сотворены по его образу и подобию. И у Бога есть всего два пути, чтобы вывести нас из состояния застоя. Потому что мы можем быть счастливыми, только если изменяемся в соответствии своим предназначениям. Вот тогда мы счастливы. И если мы попадаем в застое, у Бога два пути нас отсюда вывести. Первый путь мы все знаем. Поощрение. Молодец. Давай дальше. А второй путь какой? Какой путь? Ну, прежде чем смерть, мы испытываем некие болезненные ощущения. Вот если мы оказываемся в застое, вот тут начинаются некие болезненные ощущения. Понимаете? Мы начинаем думать, что что-то вот не то. И вот давайте мы сейчас посмотрим, какие мы болезненные ощущения можем испытывать, если вдруг мы действительно перестаем вот куда-то двигаться. Что тогда возникает в нашей жизни такое, от чего нам становится плохо? Вот давайте. Какие симптомы застоят? Вот давайте. Депрессия, уныние. Пишу. Депрессия. Кстати, можете писать вместе со мной прям в столбик. Нам сейчас это все понадобится. Значит, депрессия. Дальше. Следующее слово. Уныние. Так, еще. Какие еще симптомы? Какие? Ну что? Гнев. Гнев возникает? Да, гнев возникает. Не получается, что-то. Гнев, раздражение. Да, ну это прям вот можно в одном взять. Гнев, раздражение. Так, еще. Вот если это есть все, это симптомы застоя. Беспокойство бывает, когда застой находишься? То есть беспокойство можно еще взять, как вот тот же самый страх. Начинаем беспокоиться. Начинаем бояться, вдруг что-то не получится. Пишу страх, беспокойство. Еще. Сомнения. Сомнения. Так, страх, беспокойство, сомнения. Неуверенность. Сомнения, неуверенность. Ага, так. Беспокойство. Так, сомнения, неуверенность. Еще что? Зависть. Зависть появляется. Зависть. Так. Вражда. Так. Ну, вражда, не гнев, раздражение, да? Ну, здесь, наверное, вражда где-то идет, да? Еще. Равнодушие. Что значит равнодушие? Что вы имеете в виду? Проблемы со своими собственными проблемами. Ага, то есть... Ну, депрессия, уныние. Уныние, да? Все равно, все равно, что происходит. Вот давайте вот здесь подпишем. Равнодушие, равнодушие уныние. Да, оно вот здесь идет, когда уже на все плевать, да? Вот это вот вы имеете в виду. Вот оно все-таки вот здесь вот подойдет, чтобы у нас не было повторений. Ну, а почему... Отчаяние. Отчаяние. Так, ну да, давайте вот здесь напишем, чтобы... Которое происходит отчаяние. Да, отчаяние, да, отчаяние. А почему эти зависимости? Ведь в этой ситуации, в состоянии уныние, люди еще начинают, например, много есть. Курить, есть. Давай, табак. Табакокурение. Табакокурение. Еще еда, да? Да. Еще какие виды зависимости, которые люди начинают впадать? Потребление алкоголя. Алкоголь, еще. Наркота. Алкоголь. Так, наркотики. Ну, наркотики, вот эти шантерпелизаторы, о которых мы с вами говорили. Это тоже, да. В интернет люди уходят? Да. Так, интернет-зависимость. Игромания. А? Игромания. Интернет-зависимость. Ну, сейчас называется гемблинг, да? Гемблинг. Давайте, да. Ну, все напишем, гемблинг. Так, шоппинга мания, да? Ну, это, думаю, достаточно. В принципе, или еще что-то? Ну, доска уже не помещается. Порно. Порно. А, да. Кстати, вы знаете, что мы еще будем говорить об этом? Это прямо беда сейчас. Порнозависимость. Так, ну где? Вот здесь вот я подпишу. После табакокурения что я напишу? Порно. Порно. Ну, или сексозависимость. Порно – это фантазия, сексуальная зависимость – это если уже практикуется. Порно-секс. Так, ну вот. Вот давайте, значит, смотреть. Ну, в секс, понятно, входит, например, аббастурбация, да, то есть вот таким образом тоже люди снимают вот этот вот внутренний дух творёв. То есть вот эта внутренняя боль, когда человек не выполняет своё предназначение, не знает его, не идёт к нему, внутри идёт вот это вот, он не может быть счастливым, и возникает та самая боль, которая вот к этому, к всему приводит. Записали? Ну, а теперь давайте проведём такой маленький ещё один эксперимент. Попробуйте оценить себя. От одного до пяти. От одного до пяти. Что вам причиняет наибольшую боль? Ну, скажем, если, может быть, у вас там депрессия, отчаяние, скажем, на двоечку, да, а вот, например, гнев, тут вообще целый питьё. Бывает так, что? Ух, гнев очень много, да? То есть пять – это когда действительно вам причиняя. Ух, как мне бывает разозлят. Вот прям по каждому из этих моментов, в которых... Или какие-то сомнения возникают. О, да, нас сначала хорошенько... Вы знаете, я бы ещё что сюда написала? Вот мы почему-то это не назвали. Я бы написала сюда ещё сплетни. Потому что, знаете, когда нам плохо... Сплетни, критиканство. Критикуем. Мы всех критикуем, на всех сплетни. Бывает такое? Что это? Это тоже вот это самое... Сплетни, критиканство. Сплетни, критиканство. Вот это тоже что-то как-то... Осуждение. Ну, да, это всё вот это вот здесь. Сплетни, критиканство, осуждение. Вот здесь... Ой-ой-ой, что там такое? Вот, нормально. Это всё вот здесь, малоизменно. Итак, что вам больше всего причиняет неудобства? Какая из этих вот вещей? Попробуй тебя от одного до пяти оценить. Пять – это больше всего, один... Ну, это вообще не про меня. Прямо давайте, прям покажем, пройдитесь и оцените себя. От одного до пяти. То есть оценили от одного до пяти, да? Прямо быстро, знаете, не задумываясь. Потому что если вот на каждую философски рассуждать... То есть какая из этих видов поведения или эмоций на вас больше всего оказывает такое влияние? Сплетни, критиканство, осуждение, депрессия, отчаяние, уныние, равнодушие, гнев, раздражение, страх, беспокойство, сомнения, неуверенность, зависть, тамбако, курение, порно, еда, алкоголь, наркотики, интернет, гэмблинг, шоппингомания. То есть что вас больше всего волнует вот сейчас? Ну, на всё оценили от одного до пяти. Ну, а теперь подчеркните, вот то, от чего вы хотите избавиться. А теперь выберите что-то одно. Из того, что вы подчеркнули? Что вас заставляет страдать больше всего. Вот что-то одно. И подчеркните двумя чертами. Или в кружочек обведите. Прям двумя чертами подчеркните. Что-то одно. Понимаете, очень важно, чтобы мы сами поняли, что мы не святые. Прямо всем помогать другим, не святым людям. Потому что если уж мы, знаете, с вами совершенно такие супер-пупер, лучше вообще к людям нельзя подходить. Вообще не подходить к людям. Если мы уже святые, то что вы здесь делаете? Вы уже на небесах должны быть. Да, значит, что-то вы, ребята, сами себя обманываете. Если себя обманываете, то никому не поможете. А теперь вот как то, что вы обвели в кружочек, или подчеркнули двумя чертами, как это сказывается в вашем поведении? В чем проявляется? Напишите, прямо вот рядом с тем, что вы написали двумя чертами. Как это сказывает, во-первых, на вас, как вы себя ведете? Как вы себя ведете? Ну вот, в меру, если, скажем, вот, еду подчеркнуть, как вы себя ведете? Вечер наедаешь, думаю, яблочко съем, и сам не замечаю, как всегда, весь холодильник. А днем пообедать некогда. Ну, например. Вот это, да. Или, скажем, подчеркнули гнев раздражения. Как это на вас? Искра попала, все, я тут же могу легко завестись, потом говорю, что же я наделал, буду себя держать, хранить в руках, там, как-то пытаться сделать. Ну, опять какая-то искра, опять какая-то ссора, и я опять начинаю. Напишите, что на вас? Вот как вот конкретно, вот то, что вы обучает, ну или двумя чертами? Ваше поведение, как это сказываете? На вас. Прямо, как это влияет на вас? Это вы для себя работаете. То есть, сдавать, это не надо будет. Не надо будет никому. Если, мы потом расскажем, для чего мы сейчас это делаем. То есть, мы постараемся, чтобы это был у нас такой максимально практический, как курс, чтобы вот, пропустив через себя, мы уже могли потом как-то вот уже с другими работать. Прямо буквально несколько слов, не надо все подряд, все подробно. Вы сами это знаете. Сейчас честны просто перед собой. А теперь напишите, как это влияет на отношения с окружающими людьми. Ну, Мир, если еда, вот то, что я сказала, да? А утром муж пошел, ему завтракать нечем. Как с ним сказать? Еда. Жена все съела, да? Чего я буду есть? Вчера понервничал, сегодня есть нечего, да? Да, ну, понимаю, да. Если гнев, как это сказано на отношениях с окружающими? Смотрите в глаза. Строит отношения, улучшает, не улучшает, что, как? Да. По-конкретней, конечно. Да, что конкретно? Вот то, что вы... Во-первых, что с вами происходит, что с окружающими происходит? Ваших отношениях с окружающими. Ну, и третий момент. Как вот это, то, что вы подчеркнули двумя чертами, сказывается на ваших отношениях с Богом? Приближает вас, не приближает. Улучшает. Больше вы о нем узнаете, меньше узнаете. То есть, как это сказывается в вашем духовном, личностном становлении, как именно дитя может сделать? Ну, вот, например, да, вот, вы все все, вы сами знаете, что все, действительно, ну, что наелись? Ну, понимаете, что все опять попали в зависимость. Муж недоволен. И перед Богом стыдно. Ну, пообещала же вчера, что буду контролировать себя. Одно яблоко и ведь холодильник съел. Ну, пообещала же, что вот только вот Кока-Колу выпью и все. А вот после Кока-Колы, да потом еще и пиво, потом еще и баночка и безалкогольную, потом алкогольную, потом и потащила. Ну, пообещала же. Да, вот. Посмотрите, каким образом, что перед Богом становится? Как отношение с Богом ломается? Вот этим двумя чертами. Понимаете, есть такой... Цикл. Цикл. Вот. Вот мы хотим все измениться. Вот здесь вот у нас изменения, да? Мы хотим поменять. Ну, вот хотя бы то, что подписали двумя чертами. Изменить свое поведение, свое отношение, изменить все, что у нас есть. Но изменения произойдут только тогда, когда мы рискнули. Что-то сделать. Вот если мы рискнули что-то сделать, изменения невозможны. Если мы не рискуем, думаем, а вдруг не получится. То никаких изменений не будет. Ну, например, если люди сказать не могут. Ты знаешь, вот я вот сейчас столько лет пилил, что алкоголик, алкоголик, а сейчас думаю, ба, а я ведь ничем не лучше тебя. Я вот, если каждый день не могу себя сдерживать, я то же самое. Алкоголик просто через еду. У меня это получается. Я тоже зависима. Или все вопросы решают. Ну, мне нужно рискнуть. Накричала, стало легче. Да? Прежде чем начать изменения, должна рискнуть и где-то как-то открыться перед кем-то, например. Либо открыться, либо что-то другое сделать. Конечно. То есть, тогда это может быть риск какой-то, риск какого-то поведения. А риск... Делать что-то то, что не делал раньше никогда. Да. А риск возможен, если у нас есть вера. Наоборот, да. То есть, риск возможен, если мы верим в свое предназначение. Что изменения произойдут. Если мы верим в то, что действительно есть тот, кто нам может помочь в этом. Духовный наставник, Бог, да. Есть ряд людей, которые нас поддерживают. Если мы верим, мы можем рискнуть, и тогда произойдут изменения. Потому что надежда рождает... вера рождает надежду. И опять же, изменения происходят, если есть надежда, которая исходит от веры. Вот тут у нас надежда. Понимаете, вот такая штука получается. Изменения возможны, если есть риск, который исходит из веры. И изменения возможны, если есть надежда, которая точно так же исходит из веры. Понимаете, какая вещь? Вот он такой. И все замыкается на изменения. И смотрите, какая вещь происходит. Если произойдут изменения, мы готовы опять рисковать? Готовы? Да. Сейчас, сейчас, минуточку. И если есть изменения, надежда укрепляется? Да, слушай. А вот если, допустим, одного риска не будет, а будет вера, надежда, изменения будут или нет? А вы должны что-то делать. Риск это делать. Риск это, получается, что ты делаешь. Ну да, риск. Рискнуть что-то сделать. Все понятно. Если мы ничего не делаем, никаких изменений происходят не будет. Ясно, ясно. Понятно, да? Еще вопрос. Вот это вот очень важно помнить. Вот этот вот цикл веры, цикл надежды, изменений. Но тут важно, понимаете, как люди порой не понимают, что такое надежда. Надежда бывает двух видов. Мы ее так называем. Реальная надежда и виртуальная надежда. Вот виртуальная надежда, знаете, какая? Когда человек вот... Сидит и говорит. Пьет, например. Или там в дет вечером думают, ну ладно, сейчас вот я не выдержу. Но я надеюсь, что у меня когда-нибудь что-нибудь получится, и я перестану зависеть. Вообще, когда-нибудь в нашей стране все будет так стабильно, устойчиво. И вообще, когда-нибудь действительно я справлюсь с алкоголем, я пойду еще раз там помолюсь хорошенько, попрошу, чтобы из меня попастились, надеюсь, что все будет хорошо. Я не помню, что алкоголь. И вообще, надеюсь, что когда-то в моей жизни что-то изменится. Вот это виртуальная надежда. А реальная надежда, вот этот цикл реальной надежды. Я сейчас делаю что-то, и если я сейчас произвожу какие-то действия, то я могу надеяться, что через 6 месяцев я действительно тягу переборю, я действительно смогу контролировать свой гнев, я действительно смогу выстраивать отношения, и у меня действительно будут какие-то новые отношения. И вот возникает какая-то трудная ситуация, ситуация риска, ситуация неопределенности, о которой мы с вами говорили уже сегодня. Ну, например, уволили с работы. Сейчас, вот знаете, эта ситуация просто трагична. Люди теряют работу. И вот представьте... Это такая трагедия. Это действительно трагедия. И если у человека есть надежда, понимаете, он будет думать, так, спокойно. Сейчас просто трудное время. И мне нужно собрать вот эти справки, мне нужно вот сюда резюме написать, я сейчас вот это предприму, и у меня все изменится лучше. И он найдет массу доводов, чтобы не начать пить, не начать употреблять наркотики, не впадать опять в то поведение, которое когда-то у него было. Понимаете, он найдет массу доводов. Я наладил отношения с самим собой, с женой, с детьми, у меня маленький ребенок, у меня отношения с Богом. Он найдет массу доводов, скажет, просто сегодня трудный день, я с ним справлюсь, и у меня будет все. И я знаю, я верю, что у меня все изменится, потому что у меня есть надежда на изменение. А вот если виртуальная надежда была у человека, смотрите, что с ним произойдет. Вот его уволили с работы, а-а-а, да гори все синим пламенем, он пойдет и напьется. Понимаете? То есть вот, вот оно два вида надежды. Реальная и виртуальная. Реальная надежда поможет человеку держаться, даже в трудный день? Виртуальная не поможет. А теперь сейчас оцените немножечко себя, вот прочитав вот это вот все и обведя в кружочек свою проблему, вы сейчас где находитесь, в каком месте? На каком цикле? На каком месте цикла? Вы сейчас меняетесь или рискуете чем-то? Или пока еще только надеетесь на что-то? А может пока у вас есть вера, что все изменится? Где вы сейчас? В каком месте? Подумайте. Где-то, может быть, себя так пометьте. И я. Балочку поставьте. Балочку где-то поставьте себе. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте И мы с вами продолжаем дальше. Вот как бы на эту тему рассуждали. Вот представьте себе такую ситуацию, что у вас вот сейчас на данном этапе есть все средства мира. И у вас есть вся власть, вот чтобы совершить то, что вы совершить хотите. Скажите, пожалуйста. Какие-то есть там деньги, очень много вам дали. Вам дали большую власть. Итак, каким образом вы будете поступать? К чему пойдете? Какие цели вы будете достигать? Пожалуйста. Куда вы все это вложите? Свою власть и деньги. Пожалуйста. Куда вложим? Напишите. Давайте прямо здесь на доске будем напишите. Куда вложим? Вести так? Да, вот так давайте. Итак, куда вкладывать деньги? Куда это можно все вложить? Миротворчество. Конкретно. Конкретно? Допустим, чтобы не было войны на земле. Конкретно. Нигде не было войны. Конкретно. Кому заплатить, где стукнуть кулаком, чтобы войны больше не было? Так, всем дать столько денег, чтобы они не воевали друг с другом. Если есть власть, то бы закрывать все оружейные заводы. Так. Закрыть оружейные заводы. Камняк будет. Что-то интересно. Люди останутся без работы. Ну, закрывай. Ладно. Закрыть оружейные заводы. А будем дать средства на 10 лет вперед, например? Зачем дать. Пусть работают в больницах или что-нибудь другое делают. Ну, ладно. А людей заставить работать, короче. На полях. Есть власть, есть деньги. Что еще делать? Больницы строим. Больницы строим. Так, еще. Еще. Социальную сферу. Социальную сферу. Что значит? Платим врачам тем самым, да? Ну, да, врачам. То есть увеличиваем пенсии. Соответственно, взлетает цены. Так, увеличиваются пенсии. Ну, это другая вопрос, ладно. У нас в новой власти мы можем держать. А, проплачиваем. Так, еще. Как сейчас у нас сдерживается кризис с фондом? Нет у нас этого обвала. Так, еще. Делаем доступным жилье. 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 Так, еще. К концу 20-го века каждая семья будет в отдельной квартире. Так, еще. Благотворительность. Кому? Детским домам. То есть, перечисление в каждой детский дом? Не обязательно. Всем, всем подряд. Детские дома. Дома для престарелых, да? Да, да, да. Так. Престарелых. Дальше. Инвалиды здесь же. Так, еще. Инвалиды здесь же. Инвалиды. Так, то есть им коляски кому надо, да? Тому надо лечение, может быть, отдых где-то, да? Грязь, лечение. Так, еще. Накормить детей. Ну, вообще всех детей, кто нуждается. То есть построить много-много столовых. Бесплатно. Ну, то есть накормить. Так, еще. Еще. Геннадий всей жизни не ходит. Не, ну, если есть власть, деньги, мы можем, в принципе, нанять людей. Сколько? В 90-то лет туда? Да, конечно, да, все же можем сделать, правильно? Так, ну ладно. Мечтать можно. Ну, мечтаем, мечтаем. Это же здорово, хорошая мечта, правда? Конечно, замечательно. А теперь представим, что у вас есть вот эта власть, есть вот эти деньги, но у вас всего 6 месяцев жизни осталось, вы умрете. Что вы первое сделаете, более значимое, значимое? Давайте, что мы сделаем. 6 месяцев. Через 6 месяцев вас нет. И все это кончится? Можно. Вас всего 6 месяцев. Вы не знаете, что будет дальше? Вы умрете, все, там, люди же, которым это достанется, уже неизвестно как. Вот вас всего 6 месяцев. Что вы делаете? Пусти этот курс по первому каналу. Пусти. Интересно. То есть сделать обучение хорошее? Смотрите, вот здесь почему-то даже не возникло. Почему не возникло? Потому что мы думали, что мы делаем все сами, понимаете? Когда мы понимаем, что время ограничено, мы уже думаем о чем? О вечном. Кому-то это надо. Как научить людей. То есть мы чем будем здесь заниматься? Обучением. Понимаете, какая вещь? То есть свое видение передать. Ну да. То есть передача видения. Ну это, по-моему, закладывается уже в каждого человека, чтобы передать кому-то. Может, понимаете, закладывается. Мы с вами знаем правильный ответ, но об этом никто ни один не сказал. И вот сколько мы такие вот проводим опросы в разных-разных аудиториях, ни один никогда вот здесь не говорит перед дачем моего видения. Еще ни один человек не нашелся. Это, как правило, говорят вот здесь. Это конец. Когда мы говорим, 6 месяцев осталось, что делаем? Обучаем. Чтобы я умер, а ты не умерла вместе со мной. Вы понимаете, какая вещь? И вот тут нам даже можно эти 6 месяцев как бы и не бросать всю власть и все деньги на это. Потому что если мы обучим даже 12 человек, этих 12 человек наших своих учеников, они пойдут и понесут это дальше. Правильно? Ну вот, пожалуйста, читайте описание. Там прям конкретно вот, что нужно делать, если тебе дано, да еще дано свыше? Передай это. Интересно, что духовный застой преодолевается очень так же, как любой другой застой в жизни любого человека. Сначала вот как живет человек? Первые где-то примерно лет 15-20. Он только получает, правда? Правильно? Он ничего не отдает. То есть вот первый этап нашей жизни, у нас как бы два этапа. Вот первый. Она не перевернут. Я перевернуть могу. Да не надо. Давай пусть, чтобы здесь все было, Миш. Ну а где? А я умещу. Я же учительница. А ничего рисовать лестницу? Ну здесь нарисуем. Значит, вот первый этап нашей жизни, это мы что делаем? Берем. Берем. Учимся. Получаем. Вот получаем, получаем, получаем от родителей, от учителей, от общества. Все нам все должны, 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 правда? Вот. Ну потом понемножку как-то, может быть, начинаем отдавать. Но потом наступает что? Второй этап. А второй этап, когда мы уже начинаем отдавать. Когда мы создаем семью и уже мы не даем. То есть мы научились, мы получили знания, мы получили необходимый опыт, необходимые навыки. И теперь от нас требуется что? Вернуть это все. Другим передать, следующим поколениям. Начинаем работать, платим налоги. Для чего? А чтобы когда-то в нас вкладывали, когда мы были маленькие, нас бесплатно лечили, нас бесплатно приняли в роддоме и так далее. Мы теперь платим, чтобы каких-то других детей могли точно так же родить, а не могли точно так же видеть свет. Так же происходит и духовный рост. То есть сначала человек набирает, получает, учится, берет и здесь, и тут, и тут читает, и здесь что-то узнает. Но наступает момент, когда теперь ему нужно отдавать. А если он не отдает, то куда он попадает? Застой. А раз он попал в застой, он попадает в пассивную часть общества. Мы с вами имеем право быть в пассивной частью общества? Нет. Значит, мы хотим, не хотим, но нам нужно выходить вот на этот этап. На этап, когда мы отдаем. Этим любовь и отличается от чувств и эмоций. И этим и отличаются здоровые люди от нездоровых. Вот здоровые люди дают. И могут научить, и могут помочь. Да. А люди, которые нездоровы, у них у самих в сердце не все в порядке. Они сами зависимы. Вот от этого, от всего. Люди не могут дать. Они могут передать свою болезнь дальше. И все. Поэтому, пока, если мы не в состоянии увидеть свою духовную проблему, почему я сказала, не подходите, пока не увидели свою проблему, вообще не ходите к людям, то вы больны. Нужно сначала свою духовную проблему увидеть, начать выходить из застоя, начать работать и постоянно изменяться, постоянно быть вот в этом круге, постоянно. Как только мы выпали из круга изменений, как только мы перестали двигаться, все, застой. Все. Перестали рисковать, перестали что-то делать. Все, застой. Поэтому не надо, понимаете, на чем-то останавливаться. Это уже опасность. Мы точно никогда никому ни в чем не поможем. Это просто однозначно. Ну, а теперь напишите свою мечту. Я так не могу. Давай, давай, я напишу. Вот я учительница, я умею, видишь, доской пользоваться в разных концах. Вот тут напишем. Вот тут мечта. Напишите ее здесь. Ваша мечта. Где-то в середине листа, так вот, повыше. Повыше, да. Да, чтобы было сразу видно, это ваша мечта. Помните, Королев как мечтал, да? Человека в космос запустить. Наверное, во сне где-то увидел. Может быть, маленький мальчиком был, увидел это во сне. Если бы он не мечтал об этом, он же этого никогда бы не сделал, правда? Вот вы о чем мечтаете сейчас? Я мечтаю, знаете, у меня мама уже говорит, у тебя говорит с головой, что это не то в порядке. Знаете, я мечтаю провести семинар по становлению личности по супружеским отношениям нашей государственной дуны. Вот это моя мечта. Величная мечта. Вот понимаете? Я так думаю, у каждого же какая-то должна быть мечта, понимаете? Пусть она вам кажется какого-то абсурдной. Как вот, может быть, наверное, Великавида, о чем мечтал Королев, но Великавида же многие считали абсурдным, да? Но это же совершенно... Какой-то мальчишка с деревни мечтает о космосе. Ненормальный. Да, мечта. Ну, конечно, может быть, кто мечтал в 10 раз больше, но оно начало существовать, если мы не будем мечтать, мы не будем двигаться. Ломоносов, сын рыбака, о чем мечтал? О чем мечтал? О том, что Россия будет просвещенная. Что мы сейчас имеем? У нас умеют все практички читать? Тогда этого не было. Практички нет. Практички. Читать не умеют? Читать все умеют? Ну, будем так говорить. По данным у нас 5% здесь права. 5% мы должны умеют читать, я согласен. А? 5% умеют читать? Да ну что ты. Да ну, не обнимали. Нет, на полном среде. Не надо ходить далеко, просто выйти на улицу и посмотреть. Как народ разговаривает? Стал бы, читает. Читать он умеет, но не умеет осознавать, что он читает. Но читать тоже умеет. Но читать умеет. Но читать умеет. Это чисто умеет. Ну давайте вернемся к каждой своей мечте. Да, да, да. Давайте вернемся. Вот давайте. Дописать свою мечту. Читать. Ну учить людей читать. Замечательная мечта. Вот если мы ее здесь поставим, да. Хорошая мечта, правда? Хорошая мечта. Именно читать. Не просто знаки распознавать, а читать. Складывать их в слова. Замечательно. И прочитать рекламу, да, там. И вот смотрите. Вот она мечта. Научить понимать и говорить вот этим языком. И вот тут много... И теперь нарисуем такую вот лесенку. Вот лесенка пошла. Раз, два, три, четыре, пять, четыре. Ну мне получилось... Какая-то лесенка, какая-то мечта. Мне получилось шесть ступеней. Ну их должно быть не меньше десяти, конечно. Вот десять, не меньше десяти ступеней нарисуйте. И вот здесь стоите вы. На самые первые ступени. Вот это вот я на сегодняшний... Вот сегодня. Вот чем я сейчас занимаюсь? Вот теперь вы состыкуйте. То, чем вы сейчас занимаетесь, те знания, которыми вы владеете, тот опыт, который вы имеете, приведет вас к мечте. И что нужно делать? И сейчас мы не будем так много распыляться и говорить о том глобальном масштабе. Первые три конкретных шага, что нужно сделать, чтобы достичь... Чуть-чуть приблизиться к мечте. Просто. Давайте, прямо сейчас, на первых двух ступеньках, напишите, вот первое, что вот, прям вот... Две-три, другие ступеньки, обозначьте. Какие первые шаги вы предпримете, прям сегодня, чтобы достичь... Прям на этой нить, определение задач. То есть задачи. Цель она одна, общая голова. Вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь задача. Здесь Жаня. Все здесь. Вот ваша задача. То есть вот то, чего вы хотите достичь. А что нужно сделать? Короче, действия нужны как-то. Да-да-да, вот тот самый риск. Вот то самое, что мы говорим. Действие, мы с ним ступеньки, это действие, чтобы добиться своей мечты. И понимаете, что самое интересное? Вот мечта, и вообще вот наше видение, предназначение... Вы знаете, это как, вот едешь на машине ночью, да? Это вот впереди видишь огни большого города, к которому ты едешь. Вот ты видишь, куда едешь. Вы когда-нибудь ездили на машине ночью? Все ездили? Вы же на реках такое замечали, что вот едешь, темнота полнейшая вокруг. И где-то там огоньки города. Но ведь ваши фары всю дорогу не освещают, правда? Они освещают метров, ну, 10-15 вперед. Ну, 20 максимум. Вот эту дорогу видишь. И видишь ту, свою мечту, куда ты хочешь попасть. То же самое мы вот здесь вот понимаем, что вот здесь наше предназначение на Земле какое? Вот самые последние огни какого города? Что это за огонь? Город небесного. Небесного. Ну, понимаете, но... Здесь всех читать. Великолепные мечты. Но это же... Что нужно сделать, чтобы всех научить читать? Вот эти первые 10 метров, чтобы пройти, что нужно сделать? Ведь нам же тоже Бог не освещает все подряд дорогу. Он нам чуть-чуть. Вот он показал несколько, да? И мы пошли. А дальше видим еще. Пройдем еще, он нам еще откроет. Сделайте еще шаг, он еще открывает. Вы достигните вот этой мечты, научите людей читать, пусть даже вот в вашей группе, там, в вашей церкви, ваше общение. Потом, как это нужно, новую мечту ставить, какие-то новые этапы. Понимаете? То есть, научить всех читать. Начинаем с того, что учим читать своих детей, например, да? Потом соседских детей, потом, ну и так далее же. Вот какие шаги предпринимаются? Ну, это я сейчас просто пример привел. Понимаете? Конечно, у каждого своя мечта. Почаще эту весенку свою как бы вот открываете, да, и смотрите. Но мечтать надо. Потому что если мы не будем мечтать, мы практически закрываем глаза того большого города, к которому вот мы хотим доехать. Понимаете? И тогда у нас будет зависимость. Субтитры подогнал «Симон»